Адвокаты, отправленные в отставку президента Бразилии, Дилма Русеф подали апелляцию в Верховный суд страны. По словам юристов, речь о парламентском перевороте, так что импичмент противоречит закону. Переворотом отстранение Русеф от должности назвали и в некоторых государствах латиноамериканского региона. Своих послов отзывают Венесуэла, Эквадор, Боливия. О международной реакции Анастасия Грищенко. Русеф уходит, а вместе с ней ряд руководителей депмиссий в Бразилии. После отставки Дилмы о таком решении объявили сразу несколько стран Южной Америки. А власти Венесуэлы не только отозвали посла, но и заморозили дипломатические и политические отношения с Бразилией. Об этом сообщило сегодня Министерство иностранных дел Венесуэлы. Венесуэла резко осуждает парламентский государственный переворот, совершенный в Бразилии против президента Дилмы Русеф. В братской стране была незаконно подменена воля 54 миллионов бразильцев и нарушена конституция. Правительство Венесуэлы приняло решение окончательно отозвать посла республики в Бразилии. Аналогичное решение ранее принял и президент Эквадора. На своей странице в Твиттере он назвал произошедшее произволом и предательством, которым нет оправдания. Мы отзываем поверенного в делах. Мы никогда не признаем действий, которые напоминают самые темные времена в истории нашей Америки. Вся наша солидарность с Дилмой и всем народом Бразилии. С похожим заявлением выступил и президент Боливии Эва Моралес. Мы отзываем нашего посла в Бразилии. Мы осуждаем парламентский переворот против бразильской демократии. Мы вместе с Дилмой и народом Бразилии в этот сложный час. Новое руководство Бразилии при этом в долгу не осталось и также решило отозвать послов из всех этих стран. Категорически отказывается признавать смену власти в Бразилии Куба, обвиняя во всем силы империализма. Революционное правительство Кубы решительно осуждает парламентский юридический переворот, совершившийся в отношении президента Дилмы Русеф. Отстранение отправления президента, а вместе с ней партии трудящихся и других союзнических левых политических сил, без предъявления каких-либо свидетельств фактов коррупции или преступлений, это проявление неуважения к суверенной воле выбравшего ее народа. Произошедшее в Бразилии еще одна форма наступления империализма и олигархии на революционные и прогрессивные правительства стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которые угрожают миру и стабильности наций. Бывший президент Аргентины Кристина Киршна назвала отставку Русеф черной полосой в истории региона. Это парламентский переворот, который направлен против правительства популярного народа. Они умудрились свергнуть демократически избранного президента, которого на выборах поддержали 54 миллиона человек. Конгресс, экономические силы и СМИ спровоцировали черную полосу в истории региона. На самом деле, все это началось сразу после выборов, в октябре 2014 года. Некоторые страны решили продолжить сотрудничество и с новой властью. Как, например, Китай. Это неудивительно, ведь Поднебесная – крупнейший торговый партнер Бразилии. Оборот между странами составляет более 85 миллиардов долларов. Китай и Бразилия – две страны с развивающимися рынками, а также стратегические партнеры. Наши отношения значительно укрепились в последние годы. Мы продолжим развивать двусторонние отношения на равных условиях, которые выгодны обеим сторонам. А также продолжим наше практическое сотрудничество. 61 против 20 – такова арифметика голосования. Противники Русеф мотивировали процесс финансовыми нарушениями, которые она якобы допустила в первые месяцы своего второго мандата. Сама Русеф заявила, что не считает себя виновной, а импичмент назвала политической казнью. Анастасия Грищенко, Вести.